Сделать ремонт, построить дом, купить квартиру или земельный участок. Военнослужащим предлагают свободный выбор для улучшения своих жилищных условий. Теперь военным выдаются субсидии. Это новая программа Министерства обороны, которая предусматривает не только большие суммы. В среднем по Иркутской области это более 5,5 миллионов рублей. Но и возможность выбрать жилье в любом городе страны. Новая программа получения субсидий, она очень удобна тем, что можно выбрать район, город, выбрать квартиру, которая тебе нравится, выбрать площадь, которая тебе нужна, именно твои потребности. Им выбрать этаж, для кого-то очень важно, например, выбрать этаж. Выбрать вид из окна даже. Также подобрать, чтобы была близкая школа, сад. Кому что нравится. Субсидию могут получить военные, которые отслужили более 10 лет, а также вставшие на жилищный учет. В этом году в Иркутской области денежные средства получили 46 человек. Подробнее расскажем в вечерних выпусках новостей в 18 и 20 часов. Сотрудники госнаркоконтроля подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За 11 дней от жителей поступило 174 сообщения, из них 63 о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ. 27 раз жители обращались по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. Еще 4 человека предложили усовершенствовать антинаркотическое законодательство. Как сообщает пресс-служба ФСКН по Иркутской области, в результате сообщений было выявлено 101 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 46 уголовных дел, составлено 55 протоколов об административных правонарушениях. И к другим темам. В организации «Парада Победа в Москве» примут участие иркутские волонтеры. Две девушки отправятся в столицу России и еще две в Севастополь на военно-морской парад. Они прошли отбор во всероссийском конкурсе, где свои заявки подали более 2000 человек. Специальная комиссия оценивала достижения участников в волонтерской деятельности и отобрала лучших. По информации Минспорта региона, волонтеров-победителей из всех субъектов федерации ждет интенсивное обучение и подготовка к работе в функциональных группах. Необычные уроки от лучших преподавателей в библиотеке имени Молчанова Сибирского 15 апреля пройдет первое открытое занятие из цикла «Уроки Распутина». Встречу проведут кандидат филологических наук Ольга Шахерова и учитель русского языка и литературы первой категории Анастасия Токарева. В занятии смогут принять участие школьники старших классов, студенты и преподаватели литературы. Проблемы с контактом для многих пользователей популярной социальной сети ВКонтакте сегодня было проблематично попасть на свою страницу. Проблемы с работой сайта были и накануне вечером 8 апреля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе соцсети, сообщив о том, что сейчас проблема уже якобы решена. В начале марта, напомним, РБК сообщал, что в соцсети распространяется новый троянский вирус, который подписывает пользователей Android на платные сервисы. Он может отправлять сообщения на короткие номера, при этом корректно отвечая на запросы подтверждения оплаты услуги, а также способен подписывать владельца гаджета на платные сервисы. Отметим, что нестабильную работу соцсети иркутские пользователи отмечают и прямо сейчас. Редактор субтитров А.С.